Георгий Сатаров у нас на прямой связи. Георгий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с Чубайса, потому что на этой неделе это было одной из самых обсуждаемых тем. Как считаете, что это было? Вот на ваш взгляд, что там произошло? Представления не имею, но слишком ограниченная информация. Но я, честно говоря, насколько я могу представить себе, конечно, психотип и психологию Путина, то вряд ли от него мог исходить сигнал об уничтожении. И мне это представляется крайне сомнительным. Поэтому остаются только версии, если это какая-то агрессия против него, то это чья-то инициатива, независимая от Путина. Либо это источник его проблем не в этой сфере. А, ну, это, я скажу, какие-то проблемы с организмом я не вижу, исходя из моих представлений о сущем, что тут может быть как-то по-другому. У вас взгляд все-таки в этом не заинтересован, учитывая, что есть опыт, да, там с Навальным, с Литвиненко, опять же, в котором подозревают прямое участие Владимира Путина. Почему Шубайс не входит в возможную цель, в качестве возможной цели? Я думаю, что, ну, так сказать, он, Путин не относит Шубайса к не своим, не относит к попутчикам все-таки. Чубайс довольно много сделал для него, чтобы он из этой тяжелой ситуации в Питере перебрался в Москву и укоренился там и начал свое восхождение. Это главное. Путин очень осторожно относится к тем, кого он считает, ну, достаточно близкими. И Шубайс в этом смысле близок к нему. Задает вопрос у наших зрителей, но ведь Шубайс, по сути, один из таких высокопоставленных чиновников очень близко к Кремлю, которому, судя по всему, разрешили вырваться и уехать. Остальные либо остаются, либо там повязаны кровью, как было на заседании Совета Безопасности. Да, но это... Он как попутчики. К ним относится по-другому совершенно. А Шубайс, мне кажется, что принадлежит для Путина категории своих. Еще вопрос спрашивает вас о инициативе искать врагов в сфере культуры. Там вот группа под названием «Град» была сформулирована. Иван Ургант на эту тему высказался в такой прямой, но ироничной манере. Назвал это... Он упомянул, конечно, Маккартни, а не Маккарти, того самого сенатора, от которого пошел маккартизм. Но, тем не менее. Вот это как вы можете прокомментировать? Это уже инициатива на местах или это часть некой идеологии и стратегии? Я думаю, что это инициатива, потому что уж больно это звучит саморазрушительно. У режима и так большие проблемы с легитимностью. Я уж не говорю о легальности, но с легитимностью уж точно это более-менее понятно. И они обычно ищут поиск где-то в интеллектуальной сфере культурной поддержки, культурной элиты. И здесь устраивать охоту на ведьм – это крайне непредусмотрительно. То есть, можно высказывать две гипотезы. Для меня это, скорее всего, частная инициатива. Но теоретически нельзя исключать, что для режима, который, в общем-то, находится в состоянии нескопаническом, возможно и, скажем так, непродуманные действия, если мягко формулировать. А на ваш взгляд, для путинской власти кто важнее? Условно Филипп Киркоров или, условно, Людмила Улицкая? То есть, то, что можно отнести к большому искусству или к маскульту? То есть, по охвату, наверное, Филипп Киркоров может охватить гораздо большее количество людей. То есть, имеет ли смысл, скажем, Кремлю бороться за Серебренникова, за Улицкую, за Гребенщикова? Ну, из-за тех, кого относят, ну, можно сказать, к келитарному искусству. Да, я понимаю. Я понял смысл. Дело в том, что, когда начинается охота на ведьм, и пример как раз с маккартизмом, он довольно показателен, когда начинается такая кампания, она обычно приобретает какую-то самодвижущуюся силу, и ей нужно поддерживать себя, поддерживать свое существование только за счет одного – это расширение. Это просто неизбежно. Так устроена социальная природа, так это живет, живут такого рода вещи. Поэтому эта опасность, ну, скажем, она может какое-то время проходить по действующим границам, а потом они начинают размываться. – Спрашивает вас, Анна, про охранников Путина. Есть ли вероятность, что кто-то из них оказывается нелояльным своему хозяину и своему руководителю? – Ну, этого исключать нельзя. Я напомню, ну, например, историю с Горбачевым, когда руководитель его охраны оказался среди гокчапистов, среди тех, кто устраивал его блокаду в Форосе, или Форосик там как-то, ну, скорее Форос, если по-гречески произносить. Вот. Поэтому тут ничего нельзя исключить. Абсолютно. – Но тем не менее, вот эта структура протокола безопасности, она как-то по-особенному выстроена? То есть, как вы считаете, насколько Путин перестроил, переделал вот ту систему безопасности, которая там существовала в России для первых листов? – Ну, этого я просто не знаю. Я исхожу из исторических прецедентов. Вот. Поэтому нет. Ну, тут у меня просто нет информации. Я не внутри. Далеко снаружи. – Здесь как раз спрашивают по поводу того, на какой стадии находится война в Украине. И вот еще вопрос. В каком случае Путин может отдать приказ взорвать Запорожскую АЭС? Вообще, все, что касается АЭС, в последнее время очень много тревожных новостей оттуда идет. – Ну, да. Я согласен. Меня тоже это тревожит просто как человека. Я не отношу это к достаточно вероятным, серьезно вероятным событиям. Это не в манерах и не в психологии Путина. Он скорее склонен к действиям таким пошаговым, постепенным, чем взрывным. И это… Не говоря уж о том, что в любом случае это будет делать не он. Он может отдать приказ. Будет ли такой приказ выполнен. Это точно так же, как с нажатием кнопки. Примерно, да. Нет, я… Это хороший инструмент для шантажа, для постоянного давления, к чему он склонен вполне, но не для критических действий. – Вот вы сказали о том, что Путин человек, который шаг за шагом выстраивает свою политику. Здесь можно сразу вспомнить 24 февраля. Для многих это стало тем самым взрывом нажатия красной кнопки, неким непредсказуемым результатом. То есть вы считаете, что все-таки это было в рамках существующей логики, да? – Абсолютно. Дело в том, что это началось со спецоперацией по аннексии Крыма. И не случайно здесь оказалось… Вот этот термин «спецоперация» оказался таким сакральным для Путина, для режима, для СМИ. Вот просто вот это непоколебимо. Нельзя это называть просто никак иначе. Ну вот. А он долго находился под гипнозом успеха этой операции. Я не знаю, как сейчас, но для него это было существенно. Он этим гордился. Это очевидно совершенно. И тому есть публичные свидетельства. И именно поэтому он мыслил вот этот следующий шаг именно как спецоперацию. Может быть, более мощную, но это спецоперация. И в этом была, конечно, ключевая ошибка. А сегодня то, что происходит в Сербии. Ну там вот была вспышка, сейчас вроде затихла. Потом еще Тайвань. Ну там уже американцы постарались все это. И мы наблюдаем, что то там, то там в мире очень сильно загораются какие-то потенциальные конфликты. И не знаешь, рванет, не рванет, перерастет ли это в большую полномасштабную войну. Насколько здесь велика роль России? Есть ли она? Или, скажем, некоторые вещи уже приписываются просто постфактум? Ну тут могут быть разные версии. Во-первых, уже циркулирует версия, что это влияние России, направленное на то, чтобы разбавить вот это концентрированное внимание всего мира на том, что происходит в Украине. Это первое. Есть еще одна версия, не нужно о ней забывать, то, что это последействие ковида. Нам рассказывали, и не без оснований, что он то, что называется, бьет по слабым точкам. Наш мозг тоже бывает часто слабой точкой. Этого нельзя исключать. Наконец, нельзя исключать и третьей версии вполне вероятной. Это так называемая, ну, сейчас я вспомню этот термин. Это вот, есть такая метафора кучи песка. Представьте себе, что вы на пляже потихоньку сыпете песок в одну точку, появляется кучка. Она плавно, 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 плавно растет, и в некий момент она вдруг, значит, идет обвал, да? Вот. Это проблема такой эволюционирующей критичности, которая может сначала медленно накапливаться, а потом вдруг создать взрыв. Так в природе бывает. Некоторые, вот современная, например, эволюционная теория рассматривает некоторые такие серьезные изменения в виде образования как раз такими механизмами. И последние научные веяния рассматривать с этой точки зрения в том числе и такие критические социальные изменения. Это тоже работающая версия. И какая из них верна, я не знаю. Вот. Но это может вести к Третьей мировой, потому что вот, ну, периодически об этом, конечно, говорят, что вот там загорается, там загорается. И вот если взять эту ассоциацию, с которой вы сказали, в какой-то момент все это может рухнуть. Может, еще это не рухнет. И это и есть третья. Да. И с этой точки зрения очень тяжелая была вот эта ситуация с визитом Минсипелоси на Тайвань, да? Потому что там сошлись близко друг к другу две очень мощные вооруженные силы, противостоящие друг другу. А там проблема в том, что повышается вероятность некой случайности, случайного попадания, допустим, в самолет, предупреждающего выстрела, попадания поражающего самолет и гибель летчика там и так далее, и так далее. И дальше может начаться нечто, что действует по логике конфликта, а не по политической логике. Вот это главная опасность. И проблема предусмотрительных политиков не подходить к такой черте, что, на мой взгляд, было нарушено. Но есть ведь еще один аспект, это то, что Китай, который, в общем, наверное, можно использовать этот термин, был унижен. И он, таким образом, Китай, как мы видели, занимал достаточно осторожную позицию в отношении России, старался балансировать, несмотря на все противоречия США. И что теперь мешает Китаю идти на сближение с Россией в этом большом геополитическом конфликте, вот после Тайваня? Как вы считаете, можно ли это рассматривать? Экономика, прежде всего, потому что западный рынок для Китая – это гиперсущественно. Ну, как, для всякого, кто бывал там последние 15 лет в Америке, знает, какое количество китайских товаров там лежит на прилавках. Начиная от достаточно технологичных, типа, холодильников и прочее. Я просто был на одном заводе в Китае, который по японской лицензии клепал холодильники и поставил для новых в США. И на них была написана, естественно, вот эта марка японского холодильника. Поэтому, прежде всего, экономика. И тут есть еще одна фишка, очень простая. И там, и там грядут выборы. И в США, и в Китае. И там, и там попытка не потерять лицо. И вот она приводит к таким опасным ситуациям. Вопрос из чата. Как вы оцениваете, что ряд стран Евросоюза отказываются выдавать виды россиянам? Там есть исключения по гуманитарным соображениям. В Латвию тоже уже нельзя приехать. Там, только если на похороны близкого человека, на лечение. Ну, еще есть ряд допустимых возможностей. Насколько это справедливо по отношению к россиянам, которые, допустим, уезжают из страны или хотят уехать из страны? Ваше мнение? Ну, честно говоря, мне не кажется это сильно справедливым. Другое дело, что понятно, что любая селекция, которая может быть введена, она трудно реализуемая. Это слишком тяжелая бюрократическая задача. Понятно также, что введение таких ограничений, они обычно следуют за какими-то нетривиальными ситуациями с конкретными людьми, пересекающими границу. Я их понимаю, и у меня нет права возмущаться этим. Единственное, что меня более-менее успокаивает, что в моих ближайших планах нет пересечения границы. Вы чувствуете изолированность России вот сегодня? Это уже ощущается? Или вот просто люди, которые приезжают из Москвы, говорят, ну, ничего по большому счету не изменилось? Как жили, так и живем. Ну, где-то там параллельно фоном идет история про спецоперации. Значит, H&M объявил в России последнюю распродажу перед уходом, и какие там были дикие очереди, это просто трудно себе представить. В Москве ушло огромное количество, ну, например, там моя семья находилась в довольно жесткой зависимости от некоторых ушедших фирм, типа Икея и так далее, и так далее, да? Ну, там подушки было приятнее покупать в Икее, или там что-нибудь из мебели и так далее, и так далее. Вот, нет, это чувствуется на самом деле, безусловно, и я это не чувствую по контактам, вот, но в быту это чувствуется, конечно, безусловно. Еще вопрос от зрителей, что с Ютубом, какие настроения, что думаете, как долго протянет, протянет ли? Ну, значит, я об этом думал, естественно, поскольку, как вы знаете, у меня есть небольшой каналчик на Ютубе, вот, под гордым именем Георгий Сатаров. Да, всех призываем подписаться, кстати. Приходите, я сегодня интересный ролик запустил туда. Вот. Бог, извините, еще он готовится к выпуску, ну, там, через часик. Вот. Я об этом думал, и у меня есть, естественно, запасной аэродром, это Телеграм, в Телеграме я тоже могу вывешивать ролики, я могу вести эфиры в Телеграме, и уже попробовал. Все, как бы, запасной аэродром испытан. Вот. Поэтому, в случае чего, есть куда эвакуироваться. Я слышал такую точку зрения, что, если, допустим, российские власти решат запретить Ютуб, закрыть его, то, в общем-то, условно говоря, либерально-мыслящая аудитория не пострадает, потому что у всех или уже есть VPN, или будет VPN. И они будут смотреть то, что, в общем, смотрели и раньше. Ну, пострадают-то как раз те, кто смотрит Соловьева, потому что это более консервативная публика, и они VPN вряд ли будут устанавливать. Соответственно, ну, вот это то, что может, ну, на просмотрах в Ютубе не отразиться у, скажем, там, дождя, условно говоря, или других телеканалов. Как вам такая точка зрения? Ну, дождь, я уже смотрю, вот этот возобновленный, естественно, понятно, что у меня есть VPN, он сейчас отключен, потому что в этом нет необходимости, и он же все-таки, хорошие VPN поджирают ресурсы все-таки, имеется в виду трафик, часть трафика берут на себя, когда надо все это делать. Влетают по миру. Да, 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 крутить все это дело. Вот, поэтому тут Телеграм-то проще. Ну, они могут все перекрыть, но черт знает, каковы шансы. Не знаю. Дело в том, что Ютуб уж больно дорог публике совершенно разного толка, которые там смотрят совершенно разнообразные вещи, в том числе музыка, кино и прочее. Ну, и, кстати, детский канал я по своему ребенку знаю, потому что таких рейтингов ни один политический канал не получает. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш прямой эфир. Георгий Сатаров, политолог, был с нами на прямой связи. Всем рекомендуем подписаться на канал Георгия Сатарова в Ютубе, найдите это просто. Спасибо вам большое и всего вам доброго. Всего доброго, спасибо.